Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поверьте, билеты лучше брать заранее Желающих своими глазами увидеть императорскую роскошь так много Что уже к обеду у касс выстраиваются длинные очереди От красоты и блеска первого и самого большого бального зала глаза слепит Вы только представьте, здесь вела приемы та самая Елизавета Петровна А потом и ее немецкая невестка, ставшая для всех Екатериной Великой В императорские вечера это воздушное помещение освещали 696 свечей От обилия солнца на позолоте днем оно становится словно прозрачным Здесь хочется замереть, чтобы рассмотреть и запомнить каждую замысловатую резную деталь Которую после войны собирали по крупицам Большой зал, к счастью, не горел Пожара здесь не было, хотя за время войны два пожара было во дворце Но вот здесь сюда попал снаряд в этот зал Стена была разрушена, потолок частично рухнул Но после войны сотрудники дворца, которые вернулись обратно в город Ходили в окрестностях города Пушкина, собирали абсолютно каждый уцелевший кусочек резьбы И вот благодаря такой кропотливой работе 60% резьбы в зале поданы Сохранились в XVIII века Летний дворец полон легенд Одна из них, кстати, связана с Елизаветой Говорят, у нее было 30 тысяч платьев И, конечно же, больше всего тайн сплетено вокруг знаменитой янтарной комнаты Она бесследно исчезла в годы Великой Отечественной войны Ее точную копию создавали больше 20 лет На этот ювелирный интерьер ушло 6 тонн балтийского камня Этот зал называется Лионским Поскольку в XVIII веке стены здесь были затянуты шелком Который был изготовлен во Франции на знаменитой Лионской мануфактуре А этот синий-золотой зал входил в число личных апартаментов Екатерины II С тех времен остался мебельный гарнитур из лазурита А еще люстры и картины И самое главное, этот паркет с перламутровыми вставками XVIII века Сложно представить, что именно по нему ступала Екатерина Великая Любила императрица прогуливаться и в парке Во времена императоров сюда, на территорию парка Они пускали, ну скажем так, простолюдинов А лицеистов, да, они здесь зимой катались на коньках, на прудах Летом занимались Но вот таким простым смертным, как я, сюда путь был закрыт Променад на свежем воздухе петербуржцы любят и сейчас Правда, местные выбирают не загородные дворцы А особые тусовочные места внутри города Вся эта территория когда-то принадлежала Северному кабельному заводу Теперь это огромное творческое пространство От промышленного прошлого остались катушки, на которые наматывали кабель Теперь это лавочки и название – сейф-кабель-порт Даже вход сюда, как отдельный вид искусства, казалось бы, обычные металлические коробки Но, чтобы подчеркнуть, весь промышленный антураж их специально оставили ржавыми Правда, украшают вот таким необычным, очень оригинальным декором А в больших кирпичных зданиях теперь не цеха, а мастерские и выставочные залы Сейчас, например, здесь можно увидеть подлинники Энди Уорхола Турицы захаживают сюда нечасто, а вот сами горожане с удовольствием проводят творческие вечера на берегу Невы Загляните сюда, не пожалеете А в следующей серии проекта «Наше лето» побываем в самой настоящей питерской коммуналке Анастасия Тили, Денис Тимошенко, Енисей Новости «Наше лето» из Санкт-Петербурга Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова